Тебе кажется, тебе кажется, тебе кажется, тебе кажется Здравствуйте, я Максим и это мои сомнения Санкции, санкции, санкции айфонов не будет Ну это как сказать Запад сильно топнул ногой и попал по граблям Давайте разберемся BMW и Mercedes не хотят быть в России Apple тоже не хочет Многие другие не хотят Мы останемся без брендовых вещей Самое интересное, что скорее всего нет Все можно будет купить через Китай Я больше чем уверен, что наши восточные друзья Создадут фирмы-прокладки И через них начнут гнать те же самые качественные брендовые вещи к нам в магазины Кстати, Южная Корея вымолила право торговать с Россией в обход этих санкций уже Ну, те же самые телефоны Иначе закрытие производства, безработица, снижение ВВП, голод, общая слабость А под боком Северная Корея, которая недавно еще одну ракету испытала в Японском море Некуда будет ездить в отпуск Все закрыли небо Ну, это пока Хотя Кипр уже взмолился и пошел пятками назад Через Турцию умоляют пропускать туристов Ведь сезон-то не за горами Поверьте, таких ренегатов к лету будет еще больше Сейчас в топах новостей санкции против русских кошек Сильный ход Я так и вижу толпы четвероногих с лозунгами в защиту Украины И прекращение спецоперации России И просьбу пустить русских кошек на международные выставки Ну, шутки шутками Я это все к чему? Все санкции, которые с легкой руки и на истерике вводят Либо отменят, либо обойдут Это опять же, для шума, ветра, для работы на внутренний электорат На тех, кто будет участвовать в выборах во Франции, США в этом году Это мишуран Боксеры знают, что валит тот удар, который ты не видишь Мощные санкции будут? Да Связанные с банковской системой Финансовой системой А убийственные санкции могут быть? Тоже да Но Если они коснутся главных финансовых потоков пополнения российского бюджета Это нефть и газ Но пока ситуация обратная Эти компоненты растут в цене Исторические максимумы Запредельные И к ним как раз не хотят прикасаться Смиренно оплачивают счета И качают втихаря по контрактам Эти же два компонента Оружие России Так как не акции Не бумажки Не реальные какие-то финансовые обязательства Делают погоду Реальные продукты у нас в руках Да Нефть и газ есть и у других стран Но это На первый взгляд Лишних объемов нет Для того чтобы эти объемы появились Нужно перестроить рынки Перестроить производство Нарастить где-то Перестроить логистику Заключить новые контракты Это дело ни одного, ни двух, даже не трех лет А как вам это? На Россию и Украину приходится 29% мирового экспорта пшеницы 19% экспорта кукурузы И сейчас внимание 80% экспорта подсолнечного масла Это в мире Намек понятен? Так кто кому санкции может объявить Потом Когда удобный момент будет Валит не сильный удар А тот удар Которого ты не видишь А русские воюют молча Но Это мои сомнения Думайте сами Удачи Тебе кажется Тебе кажется